Приветствую, Сергей. Здравствуйте. Уверен, что вы слышали историю польского судьи Томаша Шмидта, который уехал из Польши, подал заявление об отставке и попросил политического убежища в Беларуси. Если я не ошибаюсь, вы лично знакомы с этим человеком, которого ожидаемо начали обвинять в шпионаже, в том, что у него в Польше много долгов, в том, что у него начались ментальные проблемы по поводу развода с женой и прочих смертных грехах. Но хотел бы спросить вас, как человека, который знаком с Томашем Шмидтом лично, как бы вы охарактеризовали его? Томаш – удивительный человек. И что я могу о нем сказать, исходя из многолетнего опыта общения с ним, то есть это ни год, ни два. Он удивительно патриотичен. Он сильно переживал за Польшу всегда. Он очень хотел, чтобы Польша сохраняла тот курс, который его в свое время призывал на высшие судейские должности. Он потратил всю свою жизнь на то, чтобы получить необходимый уровень квалификации, достаточный для того, чтобы быть судьей. Больше того, надо отметить, и вот Томаш, он скромничает, он блестящий судья, он великолепный юрист, великолепный, которому доверяли, но сложнейшие дела. При этом он, еще раз хочу сказать, это надо подчеркнуть, потому что поляки, естественно, будут разыгрывать сейчас свою медийную карту, дискредитировать его. Томаш – патриот Польши. Вот в полном смысле этого слова. И когда он увидел, как на его глазах, в буквальном смысле, разваливается Польша, когда она превращается прямо на его глазах, он имел возможность это видеть через дела, абсолютную диктатуру. Причем одно дело диктатура, знаете, бывают разные диктатуры. Бывают диктатуры националистического толка, когда все подчиняется единой национальной идее. И вот ради этой идеи люди уничтожают друг друга. Здесь в Польше же не так. Он же видит внешнее управление. Он видит, что Польша абсолютно никакого отношения к национальным интересам своей страны не имеет. И я помню, как он периодически, мы с ним в плотном контакте были. Он советовался, он задавал вопрос, он говорит, ну а как вообще, что происходит? И мы с ним, как два юриста, обменивались научными работами. Просто для того, чтобы как два человека, которые занимаются в том числе юридической наукой, через призму истории, государства и права у нас была возможность посмотреть, что здесь ничего нового. Вот ничего нового, и особенно в истории Польши. На моих глазах формировался вот этот мотив. Но честно, я когда узнал, что у него пресс-конференция в Белоруссии, ну я рад был, что он отважился. Вот просто рад был. Как вы сказали, поляки будут разыгрывать и уже разыгрывают свою медийную карту. Но вам не кажется, что вот эти вот обвинения в шпионаже, они никакого смысла не имеют? Потому что если бы он действительно был агентом, ну скажем, Кремля, то было бы выгоднее, чтобы он в Польше и оставался. Я могу доказать в буквальном смысле, что Томаш никакого отношения к ведению агентурной, разведывательной, подрывной работы не имеет. Это вот по какой причине. Здесь надо исходить из элементарной логики. Во-первых, Томаш, если бы занимался этой работой, он бы изменил свою линию поведения. Он бы никогда в открытую ни с кем не общался. Томаш, естественно, сохранил бы свою семью, потому что развод и потеря близкого человека – это демаскировка, специальная операция. Томаш удержался бы на должностях, потому что у него определенная ротация за эти годы была. То есть Томашу разведка, наша разведка, вполне по силам имела возможность помочь удержаться на тех позициях, которые нужны были бы разведке. Нет, конечно, этого не было. Томаш шел своей абсолютно простой жизнью. И надо понимать, что у Томаши не было… Вот знаете, для любого агента нужно два качества. Это в любом учебнике в агентурной работе написано. Первое качество – нужны разведспособности. Второе качество – нужны разведвозможности. Вот ты можешь быть удивительным по способностям разведчика, но при этом сидеть дома, потому толку от тебя будет ноль. У Томаши нет разведвозможности. Он не имеет доступа к оперативно значимой информации. Скажу больше. Судей, как объекты вербовки, в принципе, неинтересны. В исключительных случаях интересны те люди, которые занимаются там специальными делами. Но Томаш к этой категории лиц не относился. Поэтому со всех сторон разведке России, Белоруссии неинтересны. Поэтому то, что они разыгрывают эту карту, понятно почему. Потому что она наиболее удобна, она кинематографична, ее легко привить населению и на этом сделать какую-то контр-историю. Кстати, они сейчас на всем, что произошло с Томашем, разыграют карту очень понятную, вездесущую русской и белорусской разведок, которые ведут подрывную работу даже там, где ее вести не нужно. То есть в судейских рядах. Как вы считаете, насколько вероятно, что этот поступок послужит примером или другим полякам, которые тоже не согласны с той линией, которую проводит польское правительство? А таких ведь в Польше наверняка немало. Думаю, будет примером. Почему? Потому что Томаш, он относится к категории, ну, во-первых, не маргиналов. Очень много людей, которые пытаются получить политическое биржи, только по той причине, что они ничего не получили в своей стране. Таких много людей. Есть люди, которые протестно настроены, потому у них изначально все не клеится, поэтому они ищут, как наши в России или там ваши БЧБшники, у нас навольнят, пытались, представляете, ходить в полицию, добиваться того, чтобы было хотя бы 5-7 протоколов на них составлено, и с этими протоколами шли в посольство и говорили, что у нас режим преследует. И так получали политическую биржи, то есть детский сад. Томаш – это элита польского общества, Томаш – это интеллигенция польского общества, Томаш – это интеллектуальная прослойка, которых не так много в Польше. Надо понимать, что это люди, которые всю жизнь учатся. И, конечно, его шаг, причем, заметьте, он ведь выбрал Беларусь. Это тоже для меня было удивительно. Мы с ним беседовали неоднократно на эту тему. Он советовался, он говорил, знаете, очень мягко это все говорил, он говорит, если я решусь на какой-то шаг, а куда бы поехать? Я сторонник был того, чтобы Томаш выбрал Беларусь. Здесь у меня личные мои предпочтения просто. Если бы я выбирал на его месте, куда ехать, я бы поехал в Беларусь. Ну, почему? Потому что Беларусь очень консервативна, Беларусь человечна. Это же самое важное для меня, очень важное качество. То есть в Беларуси очень все хорошо, по-человечески, тепло, уютно. И люди, которые сейчас его встретили, мы с ним списывались, он реально на седьмом небе. То есть вот можете себе представить, человек прошел такое тяжелейшее испытание, все в жизни потерял, все развалилось, он сделал важный выбор, и он счастлив, потому что его не просто не бросили, он говорит, я попал в ситуацию, в которой я даже себе не мог представить, что такие люди бывают, при том, что от него ничего не нужно. Его никто не использует в пропаганде, его никто ни на что не раскручивает, его никто ни к чему не склоняет. Просто человек пришел, ему помогли. И, конечно, это яркий пример того, что поляки могут сделать. Вот те люди, которые недовольны в Польше, те люди, которые боятся в Польше. Нужно правильный выбор делать, нужно собираться, переходить границу и ехать в Москву, в Минск, просить политическое убежище, просить человеческой помощи, спросить у Томаша, как будете обогреты, и сколько эмоций положительных вы получите. Будет настоящее хорошее изменение в вашей жизни. Да, как вы ответили, он выбрал именно Беларусь. Но что интересно, я здесь могу ошибиться, но, по-моему, Томаш Шмидт говорил о том, что ему весь предлагали выехать в Великобританию и остаться там. Вы знаете, интересный момент. Я много чего не могу, естественно, сказать, чтобы просто и Томашу не навредить. Конечно, вот с точки зрения объекта, который, давайте языком спецслужбе говорить, который принял для себя важное политическое решение. Это политическое решение. Конечно, я думаю, я не знаю, но я думаю, он становится сразу же интересен многим. Почему? Потому что ему можно и нужно пообещать, что угодно в Майами, в Лондоне, неважно где угодно, лишь бы он не поехал в Минск. Потому что сам факт отъезда в Минск, это то, о чем вы сказали. Это яркий пример и механизм для политических элит Польши, которые попросту могут перейти границу. Но в тех же Майами, Нью-Йорке или Лондоне его ведь гораздо более легко можно, как это говорят, убрать. А я вам могу сказать, что вот мы сейчас внимательно смотрим за тем, что происходит в отношении оппозиции. По белорусской оппозиции британцы работать не начали, по нашей начали. Я абсолютно уверен, вот просто поверьте, сравним потом, просто поставим мой разговор с реальностью. Абсолютно уверен в том, что британские спецслужбы скоро начнут убивать наших оппозиционеров. Почему? Потому что надо будет обвинить политический режим Владимира Путина в том, что он кровавый, то, что он убивает своих оппонентов. При том, что мы готовы помогать этим людям, этим оппозиционерам, лишь бы они там были живы. Потому что уже просто по-человечески мы их никак не воспринимаем, они никто вообще, никакого влияния ни на что не оказывают. Но по-человечески заблудшие души, жалко есть их, просто бриты, цинично отравят, убьют, переедут машинами и так далее. Вот же яркий пример Испании. Перебильщик из России. Что сделали британские и украинские спецслужбы? Расстреляли и переехали машиной. Да, и тут же обвинили Россию. Уверен, что как только это будет развернуто по России, такая же история будет в отношении БЧБшных по Белоруссии. Тут тоже не надо сомневаться. Потому что Лукашенко и Александр Григорьевич тоже будут обвиняться в этих преступлениях. Ну, с ними, да, может быть, британские спецслужбы не работают, но польские и литовские работают очень тесно. И об этом, кстати, неоднократно заявляла вся информация в открытом доступе. Дело в том, что Белоруссия находится в пакетном, вот с точки зрения британских спецслужб, в пакетном оперативном обслуживании. То есть Белоруссия обслуживается в одном едином пакете с Россией. И они с точки зрения просто связи и отработки оперативной воспринимают Белоруссию, естественно, как отдельный субъект, но непосредственно входящий в единую оперативную вот эту поляну, которая связана с Россией. Поэтому, конечно, любой оперативный замысел, который касается разворачивания вот этих подрывных информационных операций, естественно, будут нацелены на белорусскую оппозицию. Тут британцы будут играть первую скрипку, потому что мы видим, что происходит в Европе. Поэтому Томаша, конечно, я уверен, хотели заманить туда, хотели его убить. У него никакого будущего там не было. И здесь надо сказать, что Томашу нужно вообще в целом какое-то время быть максимально внимательным и осторожным. Потому что нужно понимать, что он сейчас для польских спецслужб цель. И здесь могут делать самые фантасмагорические сценарии, реализовывать. А помните, что с Эмилем Чичко произошло? Да, да. Вот яркие примеры. И здесь мы должны понимать, что Томаш может стать для польских спецслужб просто пропагандистским объектом теперь. И я абсолютно уверен, что у него все будет хорошо, потому что он в Минске. Хотелось бы поздравить вас с прошедшим Днем Победы, который для наших стран, и для Белоруссии, и для России, и для многих других стран постсоветского пространства действительно великий праздник. Но о тех же странах Запада того же сказать нельзя. Потому что там не только уже очень давно проводят работу по нивелированию подвига советского солдата, но и всячески приветствуют бывших эсэсовцев. Ну, ситуацию в парламенте Канады, может, вспомнить приз на памятную. Как вы считаете, почему? Вопрос может быть банальным, но однозначного ответа на него так никто и не дал. Почему Запад проводит вот такую политику? Интересная тема. Она вроде бы очень простая. Вообще атаки на празднование 9 мая, ну, казалось бы, уже говорено-переговорено. Ну, все всем ясно. Но здесь мы можем ошибиться, и ошибиться в главном, может быть, в том, что мы недооценим значимость этой даты и обновленных задач с точки зрения работы тех спецслужб, которые сегодня атакуют эту силу. 9 мая мы с вами увидели очень много нового. И, казалось бы, уже все понятно, и с точки зрения анализа работы британских, американских иных спецслужб здесь тоже все. Мы десятки раз проанализировали, но тут я бы попросил нас всех быть повнимательнее. Почему? Потому что 9 мая было много нового. И это новое, конечно, сподвигнет сейчас те структуры, которые, это, кстати, десятки тысяч структур, которые работают по нивелированию нашей великой победы, ее обнулению, ее искажению. Для них сейчас есть новые основания для анализа. Что было 9 мая? Мы увидели, что вот мир разорвал. И, казалось бы, нет возможности этот шов сшить. Но 9 мая оказалось, что есть. В Киеве женщина надела военную форму, которая досталась от ее матери, и пошла возлагать цветы. Ее остановила полиция, составили протокол, но она все равно пошла и сделала в пилотке с наградами Советского Союза. В Испании, в Грузии, в Австралии, в Германии. Я могу долго перечислять. Оказалось, что огромная масса людей пошла, и она не согласна с тем, что можно искажать этот день, можно искажать и приписывать эту победу нацистам. И мы вдруг увидели, что эта точка, это такая, как, знаете, говорят футуристы, точка сборки, это такая точка пересобирания современного мира. То есть 9 мая вообще иначе сейчас звучит. А когда мы видим войну на Украине, мы видим, как западные страны сейчас полностью сняли свои маски и ничего не стесняясь поддерживают не просто каких-то украинских повстанцев, как они некоторое время назад писали, а украинский нацизм, мы понимаем, что 9 мая – это ярчайший символ, который сегодня бьет не по прошлому, не по каким-то фантасмагорическим формулам, культурологическим и историческим, нет. Она бьет, эта дата сегодня, по современному европейскому миру, который является нацистским. И поэтому здесь мы должны понимать, вот очень без всякого пафоса, без ненужных, может быть, формул словесных, это инструментальная задача для Запада. Они понимают, что 9 мая является сокровенной датой. Больше того, 9 мая было очень много признаков того, что этот праздник очень похож на литургию. То, как отработан парад, то, как отработано празднование абсолютно идентично во всех регионах мира, то, что люди поют, какую музыку слушают, какие стихи читают, во что одеваются, какое настроение – это все становится каноном. Это вот надо нам понимать. То есть это перешло уже давно из системы каких-то, вот знаете, сиюминутных эмоциональных всплесков в устойчивую культурологическую формулу. А с ней будут бороться. Потому что это то, что мир пересобирает и скрепляет на совершенно ненужному западу шву. Поэтому важная дата. И здесь нам надо сегодня думать о том, как ее охранять уже от нападок в новом формате. Да, вы сказали про организацию парада. В России он традиционно получился масштабным и ярким. Но это ведь еще и определенный сигнал. Ни в коем случае не угроза, а просто демонстрация того, что и этот праздник, и тот мир мы все-таки будем беречь. Как вы считаете, можно ли это назвать своего рода символом, посланием, может быть, тем политикам на Западе, которые этот мир пытаются разорвать окончательно? Когда я смотрел парад, я обратил внимание даже не на то, что было внутри парада. Ни один вид техники сегодня не является новым для Запада. Важно было, что этот парад проходит вот в таком формате. Важно было видеть лица военнослужащих. Важно было видеть сплочение нации, причем сплочение людей по всему миру. Я думаю, вчера Запад сжался не от ядерной угрозы, от самой страшной угрозы. Угрозы людей, которые больше не готовы их слушать, бояться и подчиняться. Таких людей просто нет в нашей стране, в Белоруссии. Сигналом для Запада другое является. Я очень радуюсь тому, что Александр Григорьевич взял на себя фактически роль фронтмена по перезагрузке осознания ядерной угрозы. Вот то, что Александр Григорьевич говорит, с улыбкой, весело, где-то даже с таким очень тонким политическим сарказмом, одновременно серьезно. Очень серьезно. Думаю, в Запад приводят в ужас. Потому что они понимают, что если, может быть, кто-то где-то и задумается о том, что делать, то Александр Григорьевич в случае угрозы думать не будет. Он просто применит. Он просто обоснует, и удар будет нанесен. Он будет защищать Белоруссию, так, как он защищал во время митингов. Тогда он шел с автоматом, готовый погибать. Сейчас у него уже есть не автомат. Сейчас есть оружие, которое по-настоящему может защитить Белоруссию. Говоря о ядерных учениях, он сделал такое своего рода сравнение ядерного оружия с автоматом. Поэтому метафора имеет место, наверное. На мой взгляд, тоже. И поэтому то, что сейчас в Белоруссии является передовым плацдармом, это важно. Вы знаете, есть работа, она до Первой мировой писалась, ее читала вся Европа. В ней обосновывалась интересная вещь. В ней обосновывалось, что войны никогда не будет, потому что человечество изобрело пулемет. И вот эта интересная история, когда европейцы читали, зачитывались этой книгой и были уверены, что изобретение пулемета спасет планету от Большой мировой войны. Прошло буквально чуть больше двух лет, как только книга эта вышла, и разразилась Первая мировая война. Я часто про пулемет вспоминаю. Вспоминаю о том, что вот мы часто полагаемся на те или иные виды оружия, не понимая, как с ними обращаться. Просто ядерная бомба ни от чего не защитит. Мы видим, сколько войн идет. Только американцы их сначала, после военного времени больше ста провели. Больше ста. Это были перевороты, но по сути-то это были войны. Войны племен, народов и так далее. Поэтому то, что идет актуализация ядерной угрозы, это очень важно. Почему? Потому что это не для того, чтобы Запад напугать, а для того, чтобы этих полоумных отрезвить. И здесь Александр Григорьевич делает очень большую и важную работу просто для сохранения планеты. Отрезвит, как вы считаете? Потому что действительно это ни в коем случае ни угроза, ни, как это принято сейчас говорить, не бряться ни оружием. Просто тут же надо понимать, что по западную сторону наших границ, боюсь ошибиться с числом, сосредоточено около 90 тысяч иностранных военных. Но в какой-то агрессии, в попытках развязать конфликт обвиняют почему-то нас. Но это ведь действительно просто средство отрезвить наиболее, наверное, рьяных ястребов из НАТО. Вот если двух людей поставить перед любым из нас, один будет с пистолетом, но мы будем уверены, что он максимум, что может, это его достать и помахать перед лицом. А второй будет просто без всего. Но мы точно будем знать, ему слово не так скажешь, он тебя и забьет. Вот тот, который без пистолета и готов избить, и мы много раз видели, как он это делал, будет нас отрезвлять постоянно. Что сегодня происходит? Мы сегодня переходим из состояния людей, которые могут угрожать, но ничего не делать, в состояние тех, кто уже давно всему миру показали, что мы не позволим ничего плохого сделать ни одному из наших граждан. Украина попыталась, мы много уговаривали. Александр Григорьевич много рассказывает, Владимир Владимирович постоянно рассказывает об этом. Мы 7 лет уговаривали их, остановитесь, не идите, перестаньте, прекратите убивать мирных жителей. Сегодня мы громим нацистов по всей Украине. И не только украинских нацистов, между прочим. Это, кстати, да. Я предложил уже, что на следующую годовщину, надеюсь, мы врага добьем, или когда это будет, через год, через два, это неважно. Мы должны будем нести и бросать, как когда-то во время парада победы, бросать флаги Германии, флаги Британии, Финляндии, Румынии, Польши. Куда под ноги нашему солдату победить. А учитывая то, что они даже и не скрывают того, что они там присутствуют, вот Туск высказался о том, что войска НАТО есть в Украине, ваше предложение, оно кажется разумным, на мой взгляд. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, для всех, для нас сейчас важно понимать, особенно для Белоруссии, что война на Украинском театре военных действий только начинается. Александр Григорьевич тут недавно сказал очень хорошую вещь, он говорит, я никогда не позволю нам втягиваться в пекло войны, и мне она не нужна. Но, сказал он, если потребуется, мы по зубам так дадим, чтобы вылететь от себя через. В этом смысле, конечно, я думаю, что определенная такая готовность, внутреннее напряжение, оно должно формироваться у тех людей, которые со стороны Белоруссии должны быть по долгу конституционному, по внутреннему долгу, должны будут исполнять свой долг на передовой. То есть, может произойти все. Надежд на то, что театр будет схлопываться, что театр будет уменьшаться, лично у меня нет. Я уверен, что все только начинается. И в этой связи все, что делается, крайне правильно. Мы всему миру показываем, что если вы будете расширять конфликт до общеевропейской войны, то у нас есть ядерное оружие. Если вы посмеете идти на границы Белоруссии, то вы должны понимать, вы идете на границы единого государства России и Белоруссии. Вся машина военная будет защищать. Поэтому это такая сложная, тяжелая тема. Но о ней тоже надо говорить, просто надо говорить в одном контексте. Мы должны быть готовы защищать свою родину. Ну да, кстати, Владимир Владимирович Путин прямым текстом говорил, что нападение на Беларусь равно нападению на Россию. Но вот если говорить об этой вообще европейской войне, о которой вы сказали и которую вы, как я понял, считаете практически неизбежной, то ведь она кому-то выгодна по большей части. Она выгодна США, которые находятся за океаном и в принципе им абсолютно безразлично, что будет происходить здесь на европейском континенте. Но это все очень пессимистичные прогнозы. Я бы хотел узнать, Сергей, ваше мнение вот по какому вопросу. Есть ли еще в Европе политики, которые понимают, к чему все идет и могут попытаться избежать вот этого общеевропейского конфликта? Давайте я, чтобы здесь много времени не занимать, скажу вот под каким контекстом. В каком контексте. Здесь важно правильно понять то, что происходит на Украине. Давайте я задам вопрос нам всем. И мы внутренне попробуем на него ответить. А против кого война ведется на Украине? И, наверное, большинство людей скажут, что за глупый вопрос, она ведется против России, против народа Донбасса. Я вам отвечу, нет. Эта война изначально начиналась с Брексита, когда Британия убежала из Европы. Тогда надо было насторожиться и разведке разобраться. А что это задумали? Почему британцы отсоединились от Европы? Я тогда посмотрел объем выпадающих доходов и ущерба, который, например, банковская система Британии терпела. Он астрономический. Расчетливые, прагматичные британцы никогда не позволят себе терять деньги, если они не будут уверены в том, что эти деньги вернутся. Вот тогда стало понятно, что война, которая будет начата, она начнется против Европы. Главная цель этой войны Германия. Этот локомотив надо было уничтожить. Дальше Франция, дальше Испания, потому что вы видите аграрный вопрос, он является основным. Сегодня сельское хозяйство в рамках зерновой сделки европейской уничтожается. Уже произошла релокация высокотехнологичных производств и так далее. То есть что делают американцы? Они начали войну против Европы. Она им не нужна. И они расширили сегодня свой рынок до одного миллиарда человек, которые раболепно потребляют все, что будут давать американцы. Вот это нужно нам понимать. Если мы будем понимать цели этой войны, то тогда мы будем осознавать, что вообще реально происходит. Вы не первый человек, который говорит о том, что действительно цель этой войны это не Россия, а Европа. А почему сами европейцы не понимают? И вот теперь мы возвращаемся к первому вопросу. А если там лидеры, которые это должны понимать и как-то реагировать? А лидеров нет. Потому что когда война готовится, то проводят специальные мероприятия. В современных войнах главное, что сделали американцы, они поменяли всю прессу. Она вся американо-британская. Они поменяли лидеров. Ну потому что Шольц, Макрон, особенно Макрон, вся команда польских националистов, они абсолютно все проамериканские. Они лишены так называемой субъектности. То есть это люди, которые не отражают Макрона. Я внимательно за ними следил. Я смотрел, как рвался класс Миляншон. Я смотрел, как был реальный шанс у Марин Ли Пен и много кто еще мог. Но их мнение совершенно никакого значения не имело вообще. Почему? Потому что это выборы, которые подстраивались технологически. Соответственно американцы полностью в преддверии войны поменяли лидеров, которые могут что-либо принимать в интересах своих стран. Я когда очень известного человека брал интервью, а он до этого беседовал в рамках своей компетенции с шефом ЦРУ. И тогда вот он мне очень интересную вещь сказал. Он говорит, понимаешь, существуют разные категории агентов. Лидеры европейских стран это агенты в полном смысле этого слова. А у агента нет права на размышление. Если ему говорят вводить санкции, он просто нажимает на кнопку и вводит санкции. Если ему говорят нужно начать войну и поставлять оружие, он начнет и будет поставлять оружие. Он агент. Он не должен думать, его задачи выполнять. Поэтому ответ здесь очень простой. Мы имеем дело с полностью заагентуренной европейской политической элитой. И поэтому нет людей, которые могут ей что-либо противопоставить. Кстати, обратите внимание, как формируются жесточайшие режимы диктатуры в Европе. Потому что та же Германия это уже диктатура. Та же Франция, Макрон, вот этот весь вечно улыбающийся с гомосексуальным правительством, это тоже это все надо видеть и на это реагировать. Тогда я, Сергей, наверное, немного перефразирую вопрос, исходя из всего вышесказанного и спрошу так, а почему народы европейских стран не видят всего того, что у них происходит, в том числе в правительстве? Они видят, я могу сказать, что фермеры Европы, те же польские, кстати говоря, переворачивают составы, прям составы переворачивают с зерном и другой продукции сельского хозяйства из Украины. Мы видим колоссальное напряжение в Испании, Испания аграрная страна, у них топливо, стоит невероятных денег, электроэнергия, Италия, она бастует, Франция вся воюет, бастует, посмотрите, как АДГ германская, альтернатива Германии, там абсолютно разумные люди, которые выступают и в парламенте, все эти импульсы идут до Европарламента, то есть обо всем говорят. Вот вы сказали про АДГ, интересная мысль пришла в голову, они всячески пытаются нивелировать подвиг советского солдата, я имею в виду немецкое правительство, в том числе действующее, реабилитируют нацизм, но обвиняют в нацизме почему-то АДГ. Ну, смотрите, я сказал о диктатуре, к нам приезжали депутаты АДГ, я беседовал с ними, когда мы общались, я вот, кстати, сейчас хочу выяснить, как у них сложилась судьба, я не знаю, где они, потому что они не на связи, но они говорили, что по приезду нас арестуют. Почему? Потому что мы не имеем права делать то, что мы делаем, а они приехали наблюдать за нашими выборами, выборами президента России. АДГ находится в стадии запрета, то есть ее хотят объявить террористической организацией для Германии. То есть это технологическая диктатура, бывает идеологическая, а это именно технологическая. То есть усиливается режим через те механизмы, до которых американские и британские спецслужбы могут дотянуться. Спасибо большое за эту беседу, за ваши развёрнутые, интересные рассуждения и ответы. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok